Занятие организовано на семи учебных местах. Первое учебное место выполнено. И вот это место, то, что вы требуете, и в том числе президент, это требует защиты танка. То есть здесь идет подготовка танка к боевому применению, боевую задачу. Курс вождения танка полностью. Вождение раз, сфереба два, и плюс еще техническая подготовка. Представлены ИВПВ-дроны, классы Камиказы и также несколько экземпляров со сбросами. Индивидуальным рэпом вы учите пользоваться? Да, учим. То есть у вас входит в программу, тоже обязательно индивидуальный рэп. Вот, товарищ Министер, он пошел на цель, ищет цель, обнаруживает, вот пошел на поражение. Хорошо управляет. Здесь находится командный пункт командира роты. Управление осуществляется дистанционно. Все выводится на экран. Танк ведет работу в закрытых огневых позициях. Три. Гром. Горобка один, коробка три, гром. Крупное оружие, архимиристы, очень хорошие. Это то, что видит командир миномета. То есть в автоматическом режиме оператор засекает цель, и в автоматическом режиме ему приходит цель на планшет. Соответственно, координаты высвечиваются здесь. То есть автоматизация процесса управления повышается в разы. Волга, расход половина нормы, цель 101. Давай, давай, по приоритету. Держи. Вправо. Товарищ министр обороны, младший сержант Ивашуров, для награждения прибыл. Дужу России. Товарищ министр обороны, сержант Зуев, служу России. Служу России. Я инструктор по тактической медицине. Все полтора года был на Донецком направлении. Получил ранение, и меня перевели в Ленинградский военный обруг, откуда я улыбнул уже по вторую командировку. Также выполнял задачи, связанные с оказанием первой, врачей на медицинской помощи. Вы расскажите о себе. Товарищ министр обороны, я из Белгородской области. Дедушка у меня воевал в Великой Отечественной войне. Я решил пойти по его стопам. Я молодой контрактник, заключил контракт. Первый контракт, да, у вас? Так точно, с целью убытия на СВО, защищать Родину. Еще пока не были? Пока проходите. Нет, обучаюсь тут. Много техники. Байки, мотоциклы, квадроциклы. Будут ли какие-то обучения проводить на данных водителей? Будут. Сейчас основная задача как раз в центрах подготовки создать курсы подготовки по баги. В первую очередь, баги. Баги, квадроциклы, управление обучения, кроме беспилотников, и еще наземные дела. Потому что они очень востребованы и для доставки боеприпасов, и продовольствия, и эвакуации ранения.